Ближе к вечеру дворовые территории в Иванове становятся похожи на стихийные парковки. Особенно остро проблема стоит в больших многоквартирных домах. В свое время при планировании застройки не учитывали, что каждая вторая семья обзаведется личным транспортом. Предприимчивые автомобилисты нашли способ, как облегчить себе жизнь. Вместо того, чтобы нарезать круги в поисках свободного парковочного места, они самовольно ограждают цепями участки придомовой территории. Проблема актуальная во всей России, но решается в разных субъектах по-разному. Например, в Питере, в Москве есть свои законы как раз по работе с самозахватом. У нас, к сожалению, нет. Раньше было в законе Ивановской области об административных правонарушениях, статья 6.1. Сейчас ее изъяли. Андрей Смирнов – собственник квартиры в доме 31 на улице Шубиных. Сам здесь не живет, но часто приезжает на личном авто. Даже днем, когда во дворе много свободных мест, припарковать машину – большая проблема. Почти каждый клочок земли здесь огорожен железными цепями. Соседский разговор с одним из нарушителей не увенчался успехом. Пришлось обратиться к участковому. По результатам проверки Савинчичева, ей была проведена профилактическая беседа о недопущении противоправных действий с ее стороны в дальнейшем. То есть, насколько я понимаю, была проведена беседа, что цепочка будет убрана. Но она как оставалась, так и стоит на том же месте. Чтобы решить проблему самовольного захвата земли, нужно понять, в чьей собственности она находится. Как правило, 5-6 метров вокруг здания – это общедомовая территория. Чтобы запретить там парковку, нужно вынести этот вопрос на собрание жильцов. Если муниципальная земля, допустим, вот где мы сейчас стоим, то вот этих столбиков, допустим, здесь быть не должно. Понятно, что людям ставить где-то машину надо, поэтому я не думаю, что администрация в данном случае не разрешит людям ставить машины здесь. Но, повторяю, проблема в том, что есть люди находятся, которые чисто под свою машину стараются забить столбик и огородить цепочками, чтобы никого больше не пустить. Это земля общего пользования, поэтому никто не может ее взять себе и пользовать. Кто является собственником земли, можно узнать с помощью кадастровой карты Росреестра. Она находится в свободном доступе. Если земля принадлежит городу, то решить проблему с ее самовольным захватом должна администрация. Если же цепочкой огорожена придомовая территория, а собрание собственников запрещает в этой зоне парковку, стоит сначала поговорить с нарушителем, если не помогает обратиться в правоохранительные органы. Андрей намерен восстановить справедливость через суд. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.